Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 8 апреля, день Архангела Гавриила. Архангел Гавриил приближен к Богу Отцу, с еврейского муж Божий, и его почитают во всех религиях. Он призвестник, судеб и служитель его могущества. Изображается с фонарем, внутри которого горит свеча, в одной руке и с зеркалом другой. Свеча, закрытая в фонаре, означает, что судьбы Божьи скрыты до времени их исполнения, и даже по исполнении их постигают те, кто внимательно смотрит в зерцало своей совести и Слово Божие. Немного об ангельском мире. Ангелы – бесплотные духи. Телесными очами они не видят. Они одарены умом, волей, могуществом, гораздо более совершенными, чем человек. Обитают в пространстве. По необходимости, мгновение ока могут оказаться на земле. Ангелы, за свое беспрекословное повиновение Богу, стали неспособными совершать зло, и Слово Божие называет их святыми. Число ангелов очень велико. Согласно святителю Иоанну Дамаскину, нет ни одного народа, ни одной области, ни одного государства, города, монастыря, церкви, части земли. Нет ни одного человека без ангела-хранителя. По достоинству ангелы разделяются между собой. Самые высшие постигают божественные тайны от самого Бога. Низшие получают просвещение через высших. Назначение ангелов по отношению к Богу стоит в постоянном прославлении Его и беспрекословном служении. Пророк Исаия видел окружавших престол Божие Серафимов, которые взывали «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» По отношению к людям ангелы наставляют их на все доброе, руководят, охраняют душу и тело от вредного и злого, особенно от злых духов, ходатайствуют перед Богом, ибо ангелам своим заповедают о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. У древних славян прочно закрепилось мнение о том, что все, что появится в этот день, будет уродливым. Отсюда и поговорка. Что родилось в день Гавриила, ужасно и некрасиво. Старались ничего не делать, чтобы не испортить свой труд. Подобное поверье существовало и на Рождество. Приметы. И если черемуха зацвела, можно сажать картофель. Какой будет погода сегодня, таким будет 8 октября. Заморозки в этот день говорят о том, что весна будет холодной, а лето поздним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова